Вы слушаете канал жаж.клаб. Образ ниндзя Кацусика Хакусай. Когда мы слышим о человеке в черной маске с катаной или сюрикенами, мы, наверняка, представляем себе образ скрытного ниндзя. Какой была жизнь ниндзя на самом деле? Ниндзя должен быть скрытным, ему нужно уметь сливаться с толпой. Поэтому, согласитесь, полностью черный наряд – не самая лучшая идея. Ниндзя одевались в обычные наряды того времени. В зависимости от задания они могли одеваться по-разному, однако, не отдавали предпочтение черному цвету одежды. Стоит отметить, что вне заданий ниндзя было сложно отличить от обычного гражданина, так как многие из них были торговцами или простыми фермерами. А что же ночью вы можете подумать, что ночью, когда на улице царит темнота и мрак, они надевали те самые черные кимоно. Но нет, для ночных заданий ниндзя предпочитали одежду красного, синего или бурого цвета, но никак не черного. Так откуда пошло убеждение о том, что ниндзя носили черные? Если говорить о первом изображении ниндзя в черном, то стоит упомянуть художника Кацусика Хакусай, родом из Японии. Начиная с 1817 года, его работы изображают ниндзя так, как мы представляем их сегодня. Почему Кацусика Хакусай решил изобразить ниндзя именно так считается, что этот образ в черном сложился благодаря японскому кукольному театру Бунраку. В нем с куклами работает сразу несколько людей, делается это для придания движениям кукол максимальной плавности. Эти люди полностью одеты в черные одеяния, чтобы не отвлекать глаз зрителя от представления. А в театрах кабуки люди, одетые в черные, двигают декорации и реквизит. Называют таких людей курока, что в переводе означает «невидимый». Именно так в искусстве закрепился образ ниндзя в черном одеянии. Продолжение читайте на сайте jash.club